Я жил в Волгограде, и когда я был в школе, я очень часто выступал перед аудиторией, участвовал на конкурсе чтецов, я любил публику и какое-то такое движение, но моя жизнь немножко поменялась, ближе к, наверное, 10 классу я начал уходить в себя, я начал стесняться, волноваться, помню, меня послали на каждую олимпиаду по разным дисциплинам, предметам, и я заметил, что уже тогда какие-то вот волнения начались, я не мог как-то себя контролировать, и когда была пора уже поступления в ВУЗ, я участвовал в одном проекте «Покори Воробьевы горы», это был заочный тур, я его прошел, меня отправили на очный, я поехал в Анапу вместе с мамой, и я помню, тогда произошло что-то ужасное в моей жизни, представьте, столовая, мы сидим, принимаем пищу, напротив меня сидит мама с другой участницей, и в этот момент я начал не контролировать себя, руки пошли худуном, я чуть ли не тарелку с супом не уронил на пол, какое-то волнение бесконтрольное, ну, понятно, на фоне чего была пора вступить к экзаменам, это такой важный момент в моей жизни, поступление, как-то все смешалось, но в тот момент это выразилось в том, что я не смог удержать себя, как-то справиться с собой во время приема пищи, и для меня это было каким-то ударом, то есть я не понял, что это такое вообще, что-то необычное, я, кстати говоря, не поступил, я так волновался, что я даже на экзамене на элементарные вопросы не мог ответить, просто ни с чем я поехал домой, обратно вернулся в Волгоград из Анапы, я поступил в другой вуз у себя в городе, но вот эта проблема, которая как-то обнаружилась, она начала увеличиваться, я стал избегать приглашений на дни рождения к друзьям, я стал избегать каких-то походов со студентами, мне неоднократно предлагали поехать в летний лагерь, потому что я всегда отличался хорошими оценками, отличными оценками, у меня такой синдром отличника раньше был, и поэтому меня часто приглашали, я начал отказываться, люди не понимали, что происходит, и все доходило до того, что даже если я оказывался в кругу друзей или ребят, и, как правило, это было во время приема пищи, либо чаепития, вы не поверите, я не мог сфокусироваться на всем, что происходило, я фокусировался на этой чашке, на этой ложке, то есть настолько стала примитивна для меня жизнь, и страх меня как-то сковал, то есть, возможно, какая-то память о том эпизоде, она меня блокировала, я думаю, что причина, конечно, более глубокая, но не думаю, что вот тогда я переволновался, и у меня вот начались, потому что я ходил к психологам, к психотерапевтам, и называли разные причины, почему это у меня могло развиться, ну, например, у меня не было отца, когда мне был год, его не стало, и мама вот растила нас двоих, вот с сестрой, ну, мне говорили о том, что вот не было отеческой любви, вот какие-то такие глубокие причины назывались, я, конечно, выслушивал их, но проблема-то не решалась, я стал волноваться даже при ответах на парах, то есть, если раньше я мог спокойно выйти к доске, какой-то доклад зачитать, реферат, то в тот момент я не мог даже руку поднять, то есть, настолько для меня было волнительно, и, а какое-то желание все-таки выступать, преподнести аудиторию у меня же было, то есть, мне хотелось как-то проявить себя, показать себя, а вот это меня блокировал какой-то страх, но я все-таки шел вперед, несмотря ни на что, я помню, взял доклад, и я понимал, что я буду выступать перед большой аудиторией, то есть, я поставил вызов, все, я вот буду выступать перед аудиторией, а страх подступал, подступал, особенно ближе к этому мероприятию, я понимал, что единственная возможность как-то справиться, это купить алкогольный напиток, энергетик, и вот таким образом справиться с этими эмоциями. Окей, я это выпил, и действительно, мне это помогло выступить перед аудиторией, Единственное, все эмоции были притуплены в тот момент Ничего мне не помогло Может быть, какой-то был поверхностный эффект Но страх он оставался Вот этот страх, который меня просто сковывал Я ничего не мог с собой сделать Три года назад я принимаю решение переехать из Волгограда в Петербург Причем мы поехали друзьями просто отпраздновать день рождения друга То есть я не планировал переезжать Хотя в мыслях у меня было такое Не хочется оставаться уже в Волгограде, хочется чего-то нового Может быть, в Москву к сестре поеду Но в Питере не планировал оставаться Мы приехали в Петербург буквально на 3-4 дня Отпраздновали день рождения друга У меня были билеты на обратное Но мне так здесь понравилось, в Петербурге, что я решил остаться Что-то вот меня здесь задержало Я зову билеты, я остаюсь Непонятно, что делать То есть я остановился у друга Мы там жили Начал подрабатывать репетитором Как-то надо существовать И думаю, что делать, как быть, что дальше Но мне здесь нравится И через какое-то время Я в социальной сети написал объявление Ищу творческих ребят Чтобы мы встретились и создали какой-то креативный проект По типу пранка То есть я любил вот эти социальные опросы на улицах Сто заявок мне где-то поступило То есть настолько здесь живо Вот в этом плане И один человек мне позвонил Который хотел участвовать как корреспондент в этом проекте Это оказалось девушкой из церкви И когда мы с ней встречались Общались на тему Значит вот этого проекта Мы собрали команду Мы даже нашли актера И мы даже сняли этот пранк Там был человек-паук Он лазил в метро В общественных местах Единственное, мы это видео не смонтировали Но произошло главное В процессе общения с этой девушкой Она мне говорила о своих отношениях с Богом Она мне рассказывала о том, что она ходит в церковь Она пищает церковь Это церковь протестантская Христианство И она говорила, как все классно Как все круто Происходят чудеса в церкви Есть служители, которые молятся И люди исцеляются И я это все слышу Ну так интересно, так нравится Но желания сразу пойти не было Хотя примерно я знал, что это такое Что за церковь Что за протестантская такая вера У меня есть сестра, потому что Когда переехала в Москву 10 лет назад Она также пошла в протестантскую церковь Мы пригласили Она меня часто приглашала в детские лагеря А я говорил, нет, я не поеду, это секта Для меня это было вообще запрет Хотя однажды я все-таки попал На какие-то там собрания В принципе люди хорошие, классные Поэтому, когда мне эта девушка рассказывала Про то, что есть в протестантской церкви Я как-то довольно спокойно уже отнесся к этому И вот, значит, она мне рассказывает Рассказывает разные свидетельства Как Бог действует в ее жизни Допустим, нет денег Через некоторое время на карте деньги появляются Каким-то образом Либо появляется человек, который предлагает ей работу Вот она мне рассказала о жизни в Боге О том, что есть отец Небесный отец Который восполняет любую нужду Который видит любую проблему в сердце человека И вот она вместе с ним живет То есть это не тот Бог Ну, может быть, о котором я знал раньше Вот в учебниках, в Библии Я ходил в храмы То есть я ставил свечки Я был на каких-то вот мероприятиях По случаю крещения, Пасхи Я это видел, я это знал Но у меня не было каких-то живых отношений с Богом Вот она мне про все это рассказала И однажды я все-таки решил пойти в церковь Я туда пошел Было круто, интересно То есть прославление, музыка Я вообще люблю петь, люблю слушать музыку Была проповедь, там минут на 40 Довольно интересно, мне понравилось Я люблю слушать что-то такое житейское Потому что много таких практических советов дается Значит, на одно собрание ходил На второе, на третье, на четвертое Я однажды ей такой звоню и говорю Так, я не пойду, что-то настроения нету И я помню, был у нас выезд У нас называется «Встреча с Богом», «Encounter» Меня тоже туда пригласили То есть это означало, что мы за город поедем И будем пребывать вместе со всеми Там один или два дня Я согласился Но что вы думаете? Память Она начала вот говорить о том Послушай, ты пять лет или шесть лет никуда не выезжал И тут ты выезжаешь Как ты там будешь вообще с людьми пребывать? Там же нужно будет кушать, есть Как-то вот, что-то вот руками делать, да Вот что-то мелкое Да ты же будешь бояться, ты же будешь волноваться Это же тебя будет сковывать, заблокировать Но я все равно поехал Волнение это было И когда обед приближался Вот этот страх подкатывал к моему горлу Как комок в горле И я помню, вот, значит, садимся И бах Как будто бы того страха нет вообще Он растворился вообще, этот страх И вот люди, которые сидят вокруг меня Которых я практически не знал Ну, некоторых, большинства я не знал Я не знал, только некоторых Они стали для меня такими родными И вот как будто бы я сижу вместе со своей мамой И уровень наших отношений Вот на такое доверие вот друг к другу Мне стало так тепло, так уютно Вот присутствие этих людей И вот с этого момента началась вот эта исцеляющая пора В моей жизни Когда я устроился на работу Мы ходили на обед с коллегами И я вот шаг за шагом Я становился увереннее, увереннее, как-то вот увереннее И сейчас я понимаю, что я избавился от этой проблемы Бывает такое, что вот волнение Оно может быть в моей жизни Но я как-то с этим справляюсь Я научился радоваться жизни Я научился где-то смеяться над собой даже Как-то вот этот страх, вот это волнение Вот этой панической атаки Вот этой стены Что вот ты не можешь выйти Вот такого состояния уже нет Я понимаю, что в какой бы ситуации я ни оказался Вот у меня была такая черта Я был наивным, довольный человеком Да и сейчас наивный человек И вот раньше могли там шутить, может быть, надо мной Да, в школе какие-то вот шутки Я близко к сердцу это принимал Я как-то обижался на это Сейчас я абсолютно спокойно к этому отношусь Ну шутит, ну классно, я тоже пошучу Ага, и как-то вот вместе Какая-то вот радостная, счастливая ситуация И такое ощущение, что я почувствовал Вот под своими ногами какую-то почву То есть какой-то фундамент Дорогие, я хочу обратиться к вам Как человек, который знал Бога по учебникам Может быть, Библию читал Я примерно понимал, что есть Бог Но я не знал Его То есть у меня не было отношения с Ним Я понимаю, что знать Бога И знать о Боге – это две разные вещи И я слышал Некоторые люди, например, заявляют Бог, если ты есть, сделай то-то и то-то И, кстати говоря, кто мне это рассказывал Действительно, Бог что-то сотворил в их жизни И они поверили, что Бог есть Я буквально вчера об этом думал Давайте бросим вызов То есть если вы, может быть, в одном шаге От того, чтобы поверить в Бога Потому что Он есть И вам чего-то не хватает Броси вызов Даже в Библии есть такое место Бог говорит «Испытайте меня» Вот скажите прямо в своем сердце Бог, если ты есть, сделай то-то и то-то Но скажите это искренне Хотя бы поверив в этот эксперимент Я с Богом У меня есть отношения с Ним Я очень этому рад Я благословлен тем, что я познал это Мое сердце открылось Хотя я раньше был довольно рациональным человеком Любил математику И когда мне сестра, например, рассказывала о Боге Или кто-то еще мне рассказывал о Боге Мои уши были закрыты Глаза мои были закрыты И сердце моё было закрыто Я хочу, чтобы вы познали Бога Действительно познали Его Не просто знали, что есть храм, есть церковь Куда можно прийти Есть священие, к кому можно подойти А чтобы вы лично знали, кто это Чтобы вы поняли, что Бог хочет для вас Для вашей жизни Потому что я верю в то, что все мы созданы им И созданы для чего-то То есть у каждого нас есть какое-то предназначение Но чтобы это понять Нужно, чтобы были доверительные отношения с Богом С Творцом И вот в процессе этого вы начнете понимать, кто вы есть Я очень хочу, чтобы вы двигались в этом направлении Желаю вам классного времени Пусть этот месяц станет временем откровения Пусть ваши глаза, они будут видеть невидимое Я очень хочу, чтобы Бог пришел в вашу жизнь И ваша жизнь, она преобразилась Потому что мы, люди, созданы для того, чтобы радоваться этому миру Чтобы делиться этой любовью друг с другом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok